Почему я сейчас решил акцентировать внимание на этой теме и на эту тему высказаться? Потому что многие стали упрекать этих ребят в том, что якобы они не возмущались, когда там чеченцев снимали штаны Кадыров и его представителей. То есть когда российская власть унижала и унижает, продолжает унижать чеченцев в республике, вы, мол, на это не высказываетесь, а вот тут вы, значит, высказываетесь, потому что здесь вам ничего не будет, а там вам будет, вы поэтому не высказываетесь. И не надо их связывать с властью, и не надо делить нас на домашних и европейских там, или тех, кто за пределами и внутри. Мы все одно целое, мы один народ. Но в целом предпочтение отдается, да, внутри чеченским бракам, потому что это более привычно, это надежно и предпочитаемо для абсолютного большинства людей. Саламу алейкум, брат. Как думаешь, как нужно начинать войну? И думаешь ли ты, что в Чечне в ближайшие 10 лет она будет? Валейкум асалам. Так, а сегодня, сегодняшнее обсуждение мы начнем с неожиданно снова ставшей актуальной повестки. Дело в том, что какой-то египетский блогер приехал в республику. Я не знаю, кто он, я не знаю, насколько он популярен. Я не видел того продукта, который он сделал в Чечне, то есть где он его выложил на каком языке, я понятия не имею. Но последствия этой истории, они в итоге меня тоже, ну как коснулись, я просто, я вижу, я так как я мониторю, я нахожусь в этом сегменте чеченского интернета и вижу все, что здесь обсуждается. И по всей видимости, этот египетский блогер, он как-то неуважительно, беспардонно, как-то попытался пообщаться, задать какие-то вопросы на камеру девушкам, то ли в общественном транспорте Грозного, или на улице Грозного. И это, естественно, возмутило просто чеченцев. Ну и некоторые блогеры, ребята, которые, молодые ребята, в основном проживающие в республике, ведущие какие-то социальные сети, это не политические блогеры, это не те, кто обсуждают какие-то там повестки дня, это в основном это ребята, обычные чеченцы, которые у кого-то там, допустим, какие-то курсы он там преподает, как, значит, свой бизнес вести. Кто-то является баристом, у кого-то какая-то кафешка, кто-то парфюм продает. Вот, в общем, и сейчас вся даже обычная деятельность, которая касается бизнеса, она ведь тоже сегодня завязана на социальные сети. То есть это залог твоего успеха, ты продвигаешь свои услуги. Естественно, эти ребята абсолютно не связаны никак с подобными темами. Их это возмутило, они высказались на эту тему, порицательно высказались в отношении этого блогера, а он, его уже нет на территории республики, то есть он ее давно покинул. То есть это какая-то постфактум, видимо, он уехал, после того, как он уехал, уже находясь у себя в Египте, он смонтировал, выложил. И вот когда это стало достоянием общественности, люди увидели, люди возмутились. И, в общем, понеслось. Я вижу, что это понятное возмущение этих чеченцев, оно почему-то не нравится другим чеченцам, и в основном не чеченцам, которые начинают порицать этих ребят. Мы уже привыкли сталкиваться с волной возмущения там не из чеченского сегмента, когда люди со стороны которых почему-то очень волнует то, что у нас происходит, они залазят к нам и начинают рассказывать нам, что является нацизмом, что там не является нацизмом. К этому мы, в принципе, привыкли. Но непривычно и возмущает, наверное, когда внутри нашего общества появляются какие-то люди, подобные вещи для них непонятные, они начинают это порицать, не в тему приводить какие-то хадисы, касаемые превозношения себя из-за своего происхождения. То есть такие вот вещи. И почему я сейчас решил акцентировать внимание на этой теме и на эту тему высказаться? Потому что многие стали упрекать этих ребят в том, что якобы они не возмущались, когда там чеченцев снимали штаны Кадыров и его представителей. То есть когда российская власть унижала и унижает, продолжает унижать чеченцев в республике, вы, мол, на это не высказываетесь, а вот тут вы, значит, высказываетесь, потому что здесь вам ничего не будет, а там вам будет, вы поэтому не высказываетесь. Я более несправедливейшего порицания, я себе представить не могу просто. Эти ребята, высказавшиеся в отношении этого блогера, они все практически проживают на территории республики. Они ведут там свой бизнес, свою деятельность, ведут на территории республики. Они не лезут в политику, возможно, не потому что они бы этого не хотели, не потому что у них нет какого-то своего мнения, потому что они пострадают, если они выскажутся на эту тему. У меня нет сомнений, что большинство этих ребят, и у них, наверное, будут какие-то, может быть, там, отмороженные кадыровцы, но подавляющее большинство этих ребят, этих чеченцев, не одобрят никогда то, что делает эта власть. Они не одабривают эту историю с бутылкой, эту историю со снятыми штанами, но не высказываются они по этому поводу только лишь потому, что это приведет к печальным последствиям для них. Кто из нас высказывался на такие темы, находясь дома? Вот те, кто их сегодня в этом упрекают. Интересно, вы, ребята, высказывались, когда вы были дома? Ведь большинство из вас, тех, кто их упрекают, я еще пока не мере ни одного не видел упрекающего, чтобы он, даже находясь за рубежом, сделал это с открытым своим лицом, чтобы он показывал себя. То есть вы, даже находясь за пределами республики, вы псевдонимно ведете там какие-то свои каналы, вы скрываете свои имена, лица, и в этом нет порицания, потому что вы, как только вы обозначитесь, это моментально приведет к последствиям для ваших родственников, находящихся в республике. Мы ведь вас понимаем и не порицаем вас в этом, не упрекаем. И эти ребята, находящиеся в республике, тоже вас понимают, и они тоже вас в этом не упрекают. Почему же вы посвешили упрекнуть их в этом? Как только они высказали свое возмущение в отношении конкретного блогера, который проявил неуважение к нам, приехал, начал сувать свой микрофон под нос чеченским девушкам, задавая какие-то вопросы, это не понравилось. И мне в том числе. Это неправильно, это неуважение к нам. Если бы власть, находящаяся сегодня в республике, кремлевские наместники, если бы в них играла бы любовь к собственному народу, гордость за свой народ, они бы не позволили это. Этот блогер знал бы, что ему не позволят, что его привлекут к ответственности. Но так как там находятся кремлевские наместники, которым плевать на все чеченское, на гордость, на честь, они сейчас озабочены только путинскими интересами в Украине, им сейчас нужно всячески агитировать людей, умирая там за Путина, а еще на кону сейчас стоят выборы президента России, поэтому сегодня прошло шествие в поддержку Путина. То есть у них сейчас другие вопросы в голове, их не волнует какой-то блогер или еще другие блогеры, которые будут приезжать, ссувать там под нос микрофон и камерой нашим девушкам. Им не до этого. Они сейчас занимаются более важными для себя, насущными проблемами. Вы поторопились этих ребят, которых это возмутило, вы поторопились их упрекнуть, в том, что они якобы высказываются там, где это для них безопасно. Наоборот, надо порадоваться, что эти ребята высказывают порицание в меру своей возможности. И хорошо, что они это делают. Каждый из нас с вами делает это в меру своей возможности. Никто из нас не прыгает выше головы. Никто не идет на амбразуру, не кладет там свою жизнь. Нет, сегодня никто не герой стоит. Каждый делает в меру своей возможности. Поэтому не нам с вами их упрекать. Наоборот, надо высказать благодарность этим ребятам за то, что их это в принципе заботит. Что вот эта вот гордость, честь, ревность, она у них присутствует. Не надо это поощрять в этих ребятах, а не упрекать. И вот эти вот невпопад приведения каких-то хадисов, попытки уколоть, оскорбить, они вообще здесь неуместны. Наоборот, приведите им тексты, которые побудят их к тому, чтобы они проявляли эту ревность. Разумеется, без фанатизма, конечно, наверняка есть примеры и какого-то порицаемой какой-то ревности. Есть наверняка там примеры, где это вообще источником этой ревности является, может, действительно какой-то порицаемый нацизм, каких-то конкретно там, отдельных людях. Но в большинстве своем, те, кто высказались, которых я видел, там не было этого всего. Эти ребята справедливо возмутились неподобающим поведением конкретного блогера. И здесь неуместно вообще говорить там о каких-то, сразу переводить эту тему в межнациональные браки, выдавать, не выдавать. Причем здесь это? Человек приехал к вам и просто беспардонно решил, что он может пройтись по нашим улицам и ссувать нашим девушкам под нос микрофона и снимать их. Вы понимаете вообще суть? Что этих людей оскорбило? Если бы там были какие-то изначальные согласования, никто не против того, чтобы давались интервью, обсуждались какие-то моменты, чтобы к нам приезжали в гости туристы, чтобы они освещали то, как мы живем. Никто не против. Но вот именно беспардонность, наглость. Этот египтянин прекрасно знает, что у них вообще в целом в арабских странах это не позволено. Не можем мы сегодня приехать в арабскую страну и ссувать там арабкам под нос микрофон. Если кто-то думает, что можно, вот сейчас вот популярно же из России в Дубай ездить, попробуйте в Дубае какой-нибудь именно локалки. Не приезжим там из Пакистана или еще там из Ливана, не им, а вот локалка, проживающая в Дубае, гражданка Дубая, попробуйте ей под нос, суньте микрофон, снимите ее. Просто сфотографируйте ее, нечаянно попробуйте. Посмотрите, какие будут у вас последствия. Этот египтянин это прекрасно знает. Он решил, что у нас это можно. И это возмутило этих ребят, и правильно возмутило, и правильно они на эту тему высказались. И да, такие вещи надо пресекать. И за то, что эти вещи пресекаются, надо наоборот радоваться и этих ребят поощрять. И не надо их связывать с властью, и не надо делить нас на домашних и европейских там, или тех, кто за пределами и внутри. Мы все одно целое, мы один народ. Нам всем в будущем жить там вместе, нашим потомкам, в одном государстве, в одной стране. Есть там власть, которая мрази, но люди, особенно молодые ребята, которые как-то пытаются жить, развиваться, они не причастны к этой власти. За исключением, может, конкретных там отдельных примеров. Но в своем большинстве это наши с вами братья и сестры, это наш с вами народ. Без него нам никуда, мы не можем от них отделиться. И вообще это как бы наш костяк, это наша основная сила. Это те, кто находятся там, в республике, а не те, кто находятся за пределами. Мы с вами помощники, они локомотивы, а мы помощники. Не мы локомотивы, а они помощники. Все наоборот, они будут локомотивами, а мы будем помощниками. Кто-нибудь скажите, что это за видео, что за блогер египтянина. Смотрите, я сам не видел, я сам не видел, но я обсуждение этого египтянина и обсуждение того, что он сделал, и еще пару скринов я видел. Попытался перед эфиром найти этого чувака, но не смог делать на эту тему отдельный пост, там, в общем, я не стал, я в принципе понял, о чем идет речь. Поэтому я сейчас не могу вам указать, где и что, да и я думаю, и не стоит искать этого чувака. Если девушка считает это неприемлемым, она не станет отвечать, и все, в чем проблема? Проблема не в том, что девушка не станет отвечать, да, девушка не станет, но сам факт, что чувак приезжает и считает, что он может под нос сунуть, что вообще в целом для него это нормально, это неправильно. Ты можешь также сказать, что если ты в Дубае сфоткаешь местную арабку, ну тебя, значит, заберут в полицию, там заставят удалить, и все, мол, она возмутится. Да, но для тебя будут последствия, и ты поэтому не станешь это делать. Вот этот вот приезжающий в республику турист, он тоже должен понимать, что есть вещи, за которые будут последствия, и он не должен это делать, он не должен снимать, он не должен ссувать там под нос, микрофоны, не надо. Если хочет, допустим, записать интервью с чеченской девушкой или несколькими, пускай заранее это согласовывает, договаривается, делает интервью, никто не против интервью, против вот этой беспардонности, когда человек приезжает и начинает делать то, что он хочет, потому что он считает, что у нас это можно, у него там это делать нельзя, а у нас он считает, что можно. Вот таким людям надо доходчиво давать понять, что у нас этого делать тоже нельзя. Не сильный твой поклонник, но тут ты прав на 10 тысяч процентов. Видите, даже не своего сторонника получилось, в чем-то получилось делать так, чтобы он согласился. Я видел, по-моему, этот блогер оправдался, если этот блогер, которого я видела, я тоже слышу, столкнулся с этой информацией, что он после этого записал там какое-то объяснение, извинение. У меня сейчас вопрос не к нему и не хейт в адрес него, если он понял, что был неправо, осознал, это нормально. У меня сейчас обращение к тем, кто порицает этих ребят, чеченцев, возмутившихся самим фактом. То есть, эта история, она, понимаете, она имеет продолжение уже совершенно в другую сторону, когда они, значит, возмутились, тот изменился и вроде должно было закончиться. Но тут появились люди, которые начали теперь этих ребят порицать за то, что они возмутились. Это само обсуждение вообще ушло в плоскость межнациональных браков, нацизма, национализма, фашизма, вообще куда-то не туда, понимаете, уходит. Когда они возмутились конкретным прецедентом, здесь их начали обвинять в том, что они, как они вообще могли таким возмутиться. Вы, мол, здесь возмутились не потому что это, а потому что вот то, потому что у вас там где-то сидит внутри, значит, порицаемый нацизм. Нацизма порицаемого, их все равно в этом обвиняют. То есть идет уже вообще в другую сторону, совершенно с другими людьми уже идут споры на эту тему. Я говорю о том, что идет внутри нашего общества чеченского. Там, где его в принципе не должно было вообще быть этого обсуждения. Мы все должны были понять этот момент сразу с полуслов, даже без слов. Это на полутонах, как бы интуитивно понятная тема. Как можно вообще возмущаться по поводу возмущения этих чеченцев? Оно ведь на уровне ДНК у нас понятно, почему они возмутились, почему мы это обсуждаем. У меня не возникает вопросов, когда там какие-то другие представители других народов начинают... У нас всегда есть вот эти какие-то наши поклонники, завистники, которые почему-то ошиваются, пасутся именно в наших чатах, в наших эфирах, в нашей теме и постоянно что-то там выискивают, что-то им не нравится, мы что-то сказали, они обязательно нам указывают как надо. У меня к ним нет вопросов. Мы к этому уже привыкли. Это такая фоновая история, которая всегда у нас присутствует. Но вот внутри нашего народа почему есть это непонимание? Если вы против межнациональных браков, кто-то ответьте на вопрос, что делать чеченским женщинам, когда их намного больше, чем чеченских мужчин. По поводу межнациональных браков я два года назад на эту тему высказался, сделал отдельную вырезку, видео. Вот сейчас, до этого эфира, я опубликовал в своем телеграм-канале. По-моему, там исчерпывающий все, что на эту тему можно сказать. Отношение в целом людей к этому, каким оно должно быть, есть какие-то крайности. С одной стороны, там, где вообще люди это не приемлят и начинают порицать тех, кто это сделал. И есть вторая крайность, которая вообще чуть ли за кого угодно готова выдать, кроме чеченцев. То есть, есть срединное мнение, которое не лишено всякого фанатизма в обе стороны. И мы, в целом, к этому относимся нормально. Да, предпочитаем, чтобы браки происходили внутри нашего народа. Но при этом понимаем, что какое-то количество браков, оно в любом случае будет практиковаться, особенно в приграничных районах, регионах. Там все равно будет происходить подобное. И там, где какой-то конкретный отец, брат посчитал возможным и выдал свою дочь-сестру замуж за нашего брата из представителей соседских народов или других вообще иных народов, он посчитал это возможным, выдал. Никаких вопросов. Это его право. То есть, вот такое вот отношение. Нет такого, чтобы порицать того, кто это сделал. Но в целом предпочтение отдается, да, внутри чеченским бракам. Потому что это более привычно, это надежно и предпочитаемо для абсолютного большинства людей. Если хочется более подробно мнение на эту тему узнать, то я, значит, рекомендую посмотреть это видео. Оно короткое. Найдешь ссылку на моем телеграм-канале. Саламу алейкум, брат. Как думаешь, как нужно начинать войну? И думаешь ли ты, что в Чечне в ближайшие 10 лет она будет? Ну алейкум ассалам. Я не знаю, как нужно начинать войну. Я не хочу даже на эту тему начинать разговор, потому что явно не нам, не мне ее как минимум начинать. А вот думаю, думаю ли я, что она будет в Чечне в ближайшие 10 лет? Ну я не знаю. Я пока на эту тему не думал. Пока она идет в Украине, сколько она продлится в Украине, как долго, как далек день, когда она будет остановлена, я не знаю. Поэтому сейчас пока, наверное, не приходится думать о войне в Чечне. Субтитры создавал DimaTorzok